По воле рога так случилось, и я спешу заверить вас, что конференция удачная, проводится в который раз. 100 учащихся из 16 школ района приняли участие в ежегодной научно-практической конференции. На торжественном открытии мероприятия конкурсантов поприветствовали их одноклассники. Они подготовили небольшую праздничную программу. Традиционно в рамках конференции учащиеся представляют свои работы в различных областях научной деятельности. И в этом году в рамках конференции были организованы 11 секций. Информатика, математика, физика, русский язык, география и другие. Я выступаю с работой по математике. Называется она «Вездесущая математика» или «Мир на грани глобальной катастрофы». Она связана с дефицитом пресной воды на всей Земле. Почему? Как вы думаете, это тебе важно? Потому что с каждым годом увеличивается количество стран, которые испытывают дефицит в стране, в воде. Много какие страны нуждаются, и вопрос о том, как ее экономить, очень важен сейчас. Начальник отдела образования Лера Терегулова поприветствовала участников конференции и поблагодарила их руководителей за кропотливый труд. Ведь они, помимо своей повседневной учебной деятельности, отдельное внимание уделяли учащимся, которые занимались исследовательской работой. Мне хочется пожелать вам всем удачи. И сегодня не будет победителей или побежденных. То, что вы сегодня уже здесь, это уже победа. В том, что вы действительно неравнодушны к той теме, которая сегодня была озвучена. Но тема конференции, она в основном, конечно, посвящена году экологии. Но я думаю, что сегодня будут озвучены и другие направления. Как отмечают члены жюри, с каждым годом количество участников растет, а также заметно повышается качество работ. Особое внимание судейская коллегия обращает на исследовательское мастерство, научность, актуальность темы и ее новизну. Очень много работ, когда ребята собирают приборы своими руками. Они не боятся браться за трудные задачи. Это говорит о том, что они любят физику. Очень сложный предмет в курсе средней школы. Они любят, изучают ее, и это показывает их работы. Я думаю, что победят сильнейшие. Работ, конечно, очень много, но, как и в любом конкурсе, побеждают сильнейшие. Это именно те ребята, которые своими руками создали что-то и сделали какие-то исследования новые в нашей области, в нашей физике. Ежегодно учащиеся, работы которых становятся лучшими, принимают участие в республиканском конкурсе Малой Академии наук Башкортостана и становятся призерами. Каждый год работа намного глубже просматривается, намного исследовательской деятельности больше, намного интереснее работа. И мы представляем уже лучшее на республиканском этапе. И хотелось бы отметить, что в этом году работы были вообще очень хорошие. Действительно, научная новизна проглядывалась в каждой работе. Но мы довольны. В этом году 15 учащихся, работы которых стали лучшими, продолжат борьбу на региональном этапе в городе Уфа.